всем привет проведем небольшой стрим небольшое видео запишем по текущим делам ярославля в области здравствуйте товарищи ну начнем мы с новостей вокруг прф расскажешь там происходит у нас ярославль ярославль была встреча андрей бурой приглашал в обком не было озвучено цели для чего людей призывают мы уже конкретные цели не были озвучены там были на озвучены цели хочет что-то менять тут пусть вступает прф ну правда он сам еще не сказал сам вступил в к прф не вступил тоже вот это я не совсем понял но надеюсь когда-то мы это узнаем ближайшее время да и мы провели опрос наш опрос о том как вы хотите поддержать в каких в какой работе в каком направлении какую работу в кпрф поддерживаете наш опрос сделали репост в группе сторонники кпрф люди там высказываются пишут и мы видим что на самом деле люди готовы поддержать конкретную работу по здравоохранению по медицине по проблемам на работе по развитию профсоюзного движения то о чем коммунисты марксисты ярославля какую мы работу проводим говорим о проблемах в садиках в школах там по освещению по туалетам по дорогам по доступности даже просто попасть в школу дорога которая ведет в школе часто бывает в разбитом в раздрушенном состоянии и вот эти проблемы нужно поднимать и в том числе через сми через возможности кпрф депутатов нужно эти проблемы освещать и привлекать людей для совместной работы пока я вот у нас даже я бы сказал что и в кпрф я не особо вижу таких примеров даже не то что в ярославском потенциал конечно есть люди вокруг них как-то пучкуется сплачиваются интересуются тем не менее считаю что необходимо каждый день проводить те же самые трансляции записывать видео приглашать и активистов и друг друга и делать опросы людей как по школам так по больницам ты сказал что людей многие вещи волнуют больше всего по процентам что людей больше всего волнует это коррупция отсутствие реального самоуправления потому что люди кто-то явно наверное это в меньшей степени в большей степени подсознательно понимая что должны быть избранники которые избираются за то что люди их уважают за то что им доверяют такие избранники должны быть возможно то есть и в будущем и в школах общеобразовательных и в больницах тем более в районах то есть если у нас районные главы это назначенцы на каком вообще основании что они соответственно делают перед кем они заслужили это назначение также соответственно люди так или иначе понимают что должны быть механизмы отзыва тех кто перестал работать у которых слова начали расходиться с делами так что это тоже многих волнует и здесь как раз вот все эти темы возврат глав районов возврат глав мэров как в ярославле так и в других регионах эта проблема очень актуальна сегодня вот еще провели опрос себя на странице провел написал как раз расул гулеев по поводу своего ролика я еще с утра мне в ленту попала сергея обухова по поводу кандидатов в депутат президента сколько там через два с половиной года двадцать четвертом году грудинин бондаренко афонин еще там ряд людей даже мы добавили латошкина тоже человек на слуху и при этом мы понимаем что важны не какие-то то есть личности потому что сегодня есть там бондаренко где-то на свободе где-то в доме но завтра он может оказаться других гораздо стесненных обстоятельствах и мы должны быть готовы поддерживать и тех людей которые оказались таких трудных ситуациях бондаренко ли это или там грудинин у которого идет рейдерский захват его предприятия то есть мы должны этих людей соответственно четко грамотно поддерживать при этом иметь скамейку запасных понятно что для нас очевидно что на буржуазных выборах тем более президентских какой-то кандидат условно говоря оппозиционный он не имеет шансов для прохождения если нету всенародной поддержки чем активной поддержки называется определенной ситуации да по-ленински не буду говорить это определение дабы не навлекать внимание правоохранительных органов но тем не менее с другой стороны нужно этот интерес подогревать потому что люди участвуют в этих голосованиях нужно проводить эти праймерис мы понимаем что следующий год у нас в ярославле опять же повторимся важный губернаторские муниципальные выборы ну и должны за это время людей не только найти но и проверить соответственно их в действии проверить как будет поддерживать люди соратники не будут ли там слетать на какие-то исключения на какие-то вещи не особо важные для людей там то начнется что ось рашкина всех там забодал да то есть вместо того чтобы работать на благо народа начнутся вот какие-то такие обсуждения кто там прав рашкин или ось ну так что ждем информации о том вступил ли сам андрей брой в кпрф что конкретного предлагают потому что мы видим там есть актив вокруг них вокруг свободного ярославля в основном такие энергичные женщины я считаю что это конечно хорошо но этого недостаточно тут вот еще столкнулись ты сказал про школы дороге к школам детские сады сегодня вот написали по сто сорок восьмому садику детскому по которому тут были ярославских новостях упоминались что там проблема и кучка от работников есть там проблемы с какими-то родителями неадекватными что нету реакции заведующей необходимо то есть писать эти запросы плюс здесь я считаю что особенно районное отделение кпрф должны выступать некой точкой сборы информации об этих социальных проблемах но и по крайней мере нужно долбить запросами то есть чиновников различных как вот этих образовательных учреждений так и районных городских чиновников плюс эти запросы писали не только депутаты активисты но и все заинтересованные люди так вот мы допустим делаем тоже по ряду школ ряду аварийных домов как мы делаем на шонском сельском поселении по газу по освещению по кладбищу вот допустим тоже тут интересная ситуация с опелках там есть кладбище в удалении от села дороги которые к нему всегда то есть там были ну понятно эти дороги они были по совхозным полям когда-то проходили а сейчас эти дороги собственно в частной собственности некого решетова который занимался распилом этого совхозного добра как людям туда соответственно добраться и вообще то есть какой статус имеет кладбище если там те же самые книги регистрации захоронений обладает ли это территория этого кладбища каким-то юридическим статусом имеет ли к нему отношение администрация это те вопросы которые нужно постоянно задавать и вовлекать в задавание этих вопросов простых жителей да и вот ты правильно сказал про освещение школу садиков и вот опять же проблема школы до туалетов петровские некоторые не совсем далекие люди смеются над тем что мы поднимаем вопросы в туалетах да мы считаем что наши дети должны учиться и чтобы быть у них в школе был в нормальных условиях вот и вот по школе петровску подняли осветили эту проблему что там туалет для девочек в ужасном состоянии и ростовский глава нашел средства для ремонта но средства нашел только для ремонта туалета для девочек туалета для мальчиков остались в ужасном состоянии сейчас вот опять идет освещение этой проблемы люди требуют чтобы был ремонт произведен и в туалете для мальчиков и всех вот неравнодушных призываю тоже сделать репосты написать главе ростовского района да Ростова о том чтобы был этот вопрос решен ну есть почта школа электронная то есть а также надо писать директорам школы директору этой школы потому что там тоже я ее видел у меня тоже такая как бы позиция такая я ее понимаю что неохота эту проблему решать это все в деньги упирается но тем не менее будем с помощью огласки к этому делу принуждать ну а так да то есть когда вот пишут какие-то псевдоборцы что мы акцентируем не на той борьбе мы считаем что все это стоит реально то есть копейки просто эти копейки надо потребовать чтобы их выделили выдали под лежачей камере и вот по поводу того чтобы писать главам районов ответственным чиновникам допустим кировский ленинский район и ответственные чиновники в контактах их электронных адресов не указан мы знаем что электронный адрес электронная переписка является официальным документом она там в суде может быть как доказательство они свои почты не указывают они в контакте там соц сетях могут обещать все что угодно они отвечают они в принципе есть а электронные почты они свои не указали нужно добиваться чтобы их электронные почты были указаны в контактах чтоб люди им писали обращались ну вот по голове заволжского района я вроде как нашел электронную почту мамонтов ну вернее электронную почту заволжской администрации заволжского района посмотрим дойдет не дойдет плюс там в копии поставил это по освещению аллеи в Тверицком бару копию поставил заволжский райком КПРФ ну посмотрим как это все дойдет да искать надо эти почты опять же то есть в комментариях спрашивать какая ваша почта как продублировать вот это обращение чтоб я туда вам скинул скриншот вашего обещания потому что вот Елена Иванова с департамента образования Ярославля по-моему тоже вот что-то обещала тем же самым родителям с 148 школы по решению там этой проблемы так что да будем все эти контакты искать причем если не будут отвечать будем запрашивать это выше через там те же самые областных депутатов КПРФ федеральных депутатов КПРФ через те же самые прокуратуры через те же самые СМИ будем к этому приучать и здесь опять же вот важно в связи вот с той встречей в подкоме КПРФ то есть ребята что вы можете сказать там и не можете сказать в сети допустим чтобы это увидели больше людей что не надо то есть там час ехать туда час ехать обратно там соответственно два часа на самом деле то есть у людей много всяких забот хлопот сил не так уж много так что давайте то есть уважать потому что если мне скажут что вот у нас там что-то будет соответственно секретное ну зачем мне как бы секреты не нужны да то есть секреты обычно они сопряжены ну с какими-то рисками так что мы общаемся мы ищем друг друга в сетях с помощью всех этих мессенджеров так давайте и проблемы изучать тоже с помощью соответственно сетей потому что вот я сегодня подумал вчера еще по поводу садика ну думаю ну сейчас я выйду то есть снимусь я у этого садика да то есть кому-то важно чтобы вместо занавески был садик ну не знаю я сейчас могу фотографию прикрепить ну это опять же это касается тех же самых там любят у нас пикетов так далее да возьми то есть прикрути сзади фон кремля и встанет что я там против QR-кодов там или я там против там диссоционного образования так далее так далее то есть ты гораздо больше привлечешь внимание людей и гораздо меньше получишь проблем от тех же самых правоохранителей как вон та же самая Евгения Овод которую приглашали в пятницу по-моему да к майор к майору госпоже майору так что давайте учиться это все использовать тем более что вот я тебе уже говорил кто-то с вахты мне написал там молодой человек сейчас тоже общаемся там советуется с нами юридически проще такие вопросы по поводу там увольнения взаимоотношения с работодателем ну вот то есть где вроде бы там не знаю что там Магадан Магаданский край или Магаданская область Ярославль вот это все связывает очень быстро те же самые СМИ так что будем задавать вопросы будем стараться налаживать контакты вот видим там тот же самый Шакир Абдулаев я вот сегодня смотрел обратился к предпринимателям к руководителям заводов по поводу незаконного отстранения при отсутствии вакцинации против принудительной вакцинации так что примеров все больше и больше такой работы в сетях да ждем отзывов ждем активных людей готовых писать запросы чиновникам на самом деле это не сложно можем помочь подсказать научить по любой проблеме которая вас волнует которая волнует ваших коллег знакомых родственников можно обратиться к чиновникам непосредственно которые должны эти проблемы решать да ну вот в завершение опять же скажу как сказал тот товарищ что я чувствую что то что идет переписка и она сохраняется скриншоты фотографии ну конечно руководители этого боятся потому что там компания иностранная что могут быть соответственно проблемы с одной стороны что ты этот вопрос не решил с другой стороны что ты его так решил что он попал там некое публичное юридическое поле так что если вы знаете чем закончилось это собрание в обкоме КПРФ с Андреем Броевым с его товарищами пишите рассказывайте мы готовы готовы то есть помогать если есть какие то конкретные вопросы проблемы все тогда да на связи ладно все давайте всем пока спасибо пишите спасибо 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 спасибо